Это письмо от Риммы из города Ленинска-Кузнецкого. Женщина рассказала о своем случайном романе о любимом мужчине, который не смог с ней остаться и навсегда разбил сердце. Это было в 1987 году. Я тогда взяла отпуск на работе и поехала отдыхать в деревню к тете. Вышла из дома, было 9 часов вечера и пошла на остановку. Стою, в руках 5 килограммов винограда, гостиница родне. Был теплый осенний вечер, народ все прибывал, ожидая автобуса. Я смотрела на толпу и вдруг увидела мужчину. Был он чуть ниже среднего роста, крепкий, не очень красивый. Понимаю, что мне знакомо его лицо. Где же я его видела? Лихорадочно вспоминаю. Да это же наш заводской парень Паша. Хотя и прошло много лет, но я все-таки узнала его. Паша тоже украдкой поглядывал на меня. Вероятно, мой вид навеял на него какие-то свои воспоминания. Мы встретились глазами и вдруг поздоровались. В это время толпа зашевелилась, загудела, прибыл автобус. Мы заняли свои места и поехали. Павел сидел напротив меня на высоком сидении. Ноги не доставали до пола. Его болтало во все стороны. Значит, думаю, он выпивший. Но мне было все равно. Я была рада ему. Взбодрившись, Паша старался удержаться на месте и одновременно засыпал меня вопросами. Замужем ли ты? Где муж работает? Как живешь? И так далее. Мне было занятно с ним. Потом Павел вдруг меня спрашивает. А вторая программа у вас на телевизоре есть? Я ему отвечаю отрицательно. Паша же продолжает допытываться. Некому сделать? Я ему со смехом. Все-то тебе надо знать. Паша тоже от души расхохотался. Вот тут-то я и зацепился. Признался мне он позже. Мне его смех понравился. Такой чистый, открытый, располагающий к себе. Доехали. Я попросила Павла помочь мне донести виноград до дома. Шли мы пешком. Вновь познакомились. Он назвал свое имя и фамилию. Спросил, как звать меня. По дороге Паша рассказал, что когда первый раз увидел меня тогда на заводе, то сразу же положил глаз. Но пока думал, как подойти, узнал от коллег, что я вышла замуж. Да, действительно, это так и было. Сейчас же Павел трудится на шахте. И еще он мне в тот вечер признался, что две недели как ушел от своей жены, что у него двое детей, десятилетняя доченька и четырехлетний сынок. Остались жить ребятишки со своей матерью. Я только головой покачала и говорю ему, как же ты ездишь к детям в таком виде, намекая, что нехорошо быть пьяным. Я Паше тоже рассказала немного о себе, что вдова и много лет одиноко. Живу с мамой и дочкой. За разговором незаметно дошли мы с Павлом до крыльца. Постояли. Он хотел зайти к нам в дом, но я не разрешила. Он же выпивший, да и было поздно для гостей. Попросила его прийти ко мне завтра. Но наказала, чтобы был обязательно трезвым. Он мне пообещал капли в рот не брать и мы простились. Засыпая, я улыбалась, гадала, придет он или нет. На другой день Паша возник на моем пороге чистенький и сияющий, как стеклышко и абсолютно трезвый. Я, конечно, удивилась, что он так рано явился. И вот с этого дня все завертелось у нас, закружилось. К Павлу хорошо отнеслась моя родня. Он стал приходить к нам домой. Много времени мы проводили с ним на природе. Уходили мы далеко от деревни. Она была небольшая. Возле нее речка, местами широкая. Через нее непрочный мостик из бревен. Берега у речушки заросшие, тернистые. Солнце всегда сверкало в речной воде, когда было тепло, светло и небо было чистым. Очень красивые места, что уж говорить. С Пашей нам было хорошо и романтично. Я полюбила его, такого сильного, крепкого, здорового. Мне казалось, что он умеет и может абсолютно все. Паша учил меня держать ружье на плече, учил стрелять из него. Мне было тяжело удерживать оружие. Тогда он помогал мне, вставал сзади, поддерживал ружье, и я нажимала на курок. Несколько вечеров подряд мы стреляли по спичечным коробкам, которые стояли на колышках. Вместе мы не промахивались. От стрельбы шел гул. У меня даже закладывало уши, и я слышала, как быстро и часто стучит мое сердце. Я была на седьмом небе, была счастлива, как в кино. Паша меня удивлял каждый день. Много ли нам, женщинам, надо? Например, когда надо было перейти речку, Паша нес меня на горбушке, а сам шел вброд. Я счастливая, счастливая, повторял я все это время. Однажды уговорил меня Паше пойти с ним на охоту, но он сразу же меня предупредил, что все может обернуться неудачей. Дело в том, что уже наступили ранние холода, поэтому птиц было мало. Большинство уже улетело зимовать. Мне было смешно над собой. Наряженная была в длинную фуфайку. На голове теплый платок, на ногах огромные сапоги, а на плече ружье. Паша от меня тоже не отставал. Фуфайки в сапогах, за поясом топорик, шапка на бекрень. Утки прятались в высокой траве на берегу в речных зарослях. Я шла строго за Пашей, след-след. Как только стали подходить к берегу, он давал мне знак «Остановиться и не шевелиться». Меня это очень забавляло. Мы шли по высокой, густой еще зеленой траве. Паша вставал в стойку и водил только головой. Ружье держал на готове. Это тоже со стороны было забавно наблюдать. Раздался выстрел. Утки с шумом разлетелись во все стороны, а я тихо смеялась. Как-то Паша на лету застрелил ворону. До сих пор перед глазами лежит эта птица на земле. Из ее сердца сочится красной струйкой кровь. От этого горького вида мое сердце сжалось. Я стояла и печально смотрела на нее. Зачем убил? спрашиваю я с горечью, а он молчит. А в другой день мы с Пашей ходили за прутьями на метлу и калийной. Он сразу сухие ветки отдавал мне, а я с трудом удерживал целый ворох хвороста. Потом Паша взял у меня эту охапку и мы пошли со своей добычей домой. Через речку переходили по бревнам. Они были ужасно скользкие. Так Паша и так заваленный хворостом, так еще и умудрялся меня держать за руку. Говорил, что не дай бог, если я поскользнусь. Ведь вода в речке просто ледяная. Шли по высокой зеленой траве. Она повсюду. Еще мягкая и сочная. Смотрю на Пашу. Вот он идет с открытой доброй улыбкой ко мне. И мы на берегу целуемся. Целуемся. О боже, как все здорово. Ну как не любить его? Только и были мысли у меня в голове. После каждого похода с Пашей я уставала страшно. Но все равно, как только мы встретились, я охотно шла с ним за речку. С каждым разом привыкла к нему и начинала любить его больше. Уже через несколько дней я поймала себя на мысли, что не представляю свою жизнь без него. Однажды ночью мы пошли с Пашей на рыбалку. Как он мне объяснил, она называлась рыбалка на вилку. На берегу мы разожгли костер. Паша соединил две большие-большие вилки, потом заходил в воду и с самодельным факелом освещал речку, где спала рыба. Было очень интересно. Как только насадил рыбу на вилку, так ее в ведро, которое я несла. Шла по берегу, а он такой илистый, грязный, утоптанный лошадями. Я даже один раз упала из-за этих лунок от этих копыт. Темно же, да и скользко. Упала, а ведро держу прямо перед собой. Там же рыба. Паша засмеялся надо мной. Говорит, молодец, рыбу не выплеснула. Несмотря на то, что такой смелый и простой мой Пашка был рядом, я все же боялась темноты. Чувство страха не покидало. Давила темная ночь, хотя над нами, сверкая миллионами звезд, простиралось огромное небо. Я боялась, как девчонка, что вдруг кто-нибудь нас напугает или разгонит. Костер горел недалеко. Мы вернулись к нему. Паша подбрасывал дров. Деревья вдоль берега кажутся черной стеной. Внутри у меня все трясется от страха от этой темноты. А Паше хоть бы что. Я же не говорила ему о своем страхе. Стали мы печь картошку. И вдруг я смотрю, к нам движутся огоньки. Напугалась от ужаса. А это оказались пацаны деревенские. Тоже ночные рыбаки. Парнишки посидели с нами, поговорили, покурили с Пашей, поели горячей печеной картошки и ушли вдоль берега, растворившись в темноте, словно их не было. А мы с моим любимым вновь остались одни. Паша подправил факел, консервную банку на длинной деревянной ручке. В банку был залит бензин и лежал кусочек старой ваты, который служил фитилем. После этого мы, обнявшись, пошли вновь ловить рыбу. Больше я не падала, но чувство тревоги меня почему-то все не покидало. Так шли дни за днями. Заканчивался наш отпуск. Мы с Пашей поехали ко мне в город. Сидели, долго обнимаясь на диване в моей комнате. А потом все кончилось. В тот день я, схватившись руками за голову, плакала так, что слезы застилали все лицо. Это расставание разбило мне сердце. Я была ранена, как та ворона, подстреленная Пашей. Казалось, что как будто у меня сочится кровь. Так было мне тяжело. Милый мой, добрый Паша. Мы только что были так счастливы. Паша, хороший ты мой. Плачу я. Родная ты моя, целует он меня. Прости меня, я тоже очень переживаю. Павел ушел к своим детям, к сыну. Говорил, что сам рос без отца и чувствовал его отсутствие. Я выходила замуж по любви. Своего супруга обожала. Но все же это было другое. Это я поняла, когда впервые после его смерти полюбила. Но это чувство к Паше было совершенно другого уровня. Здесь все. И любовь, и страсть, и романтика. Я говорила милому, чтобы не бросал меня ради жены. А он слушал меня серым лицом. После того, как успокоились оба, вышли из дома и побрели в центр до площади Победы. Оставались на углу у парикмахерской. Мы были освещены огромным светом со всех сторон. Паша курил. Я опять стала плакать. Пашенька, добрыня ты мой. И тут не выдержал. И заплакал и он. Я стала его целовать, а он меня. Так мы долго целовались и расставались. Я была несчастная еще очень долго. Какой у нас был роман. Горевала о нем. Душа была истерзана в клочья. Человек он хороший, добрый, внимательный. Я постоянно чувствовала его крепкие и жаркие объятия. Я была словно в сказке Андерсена «Снежная королева». Помните, она унесла Кая от его подруги Герды? Так и моего Пашу унесла от меня жестокая судьба.